уважаемые любители моих небольших роликов о всяких интересностях сегодня у нас неожиданный ролик он называется рязанский иероглиф значит о чем же идет речь я попал здесь как раз в этот небольшой городок и вот вы сейчас видите перед собой интересный кадр из тамошнего ресторана как видите он очень похож на великобританию но это не великобритания это гостиница в центре рязани который называется брестоль она красивая новая и с хорошим сервисом ну попала в нее конечно для того чтобы полюбоваться красотами новой архитектуры хотя рязанский музей собственно говоря достаточно интересен но там я не был не ходил по городу то есть я приезжал по-быстрому в медицинский институт и также уезжал по-быстрому толком не гулял по центру города и надо сказать что с 1974 года рязань сильно изменилась и в лучшую сторону но главная цель моего поездка была это рязанский музей там было открытие очень интересного центра российско-китайской дружбы и более того выставки каллиграфическая который пойдет речь дальше ну и всяких центров образования в том числе обучение китайскому языку культуре и графическому письмо и так дальше то есть конечно туда собрались все и мэрии представители и даже представители совета федерации между прочим был крупнейший специалист в области китаевет и знаток этого этой страны очень хороший денисов андрей иванович выдающийся человек и ученый и дипломат и более того очень глубоко знающий китай исследователь то есть он понимает эту страну лучше многих кроме этого там было много таких людей которые в совершенстве владеют китайским преподают его в том числе и в миде занимаются проблемами сотрудничества между нашими странами но такие как галин вениамин природа легенда нашего российско-китайского и советско-китайского сотрудничества она пухнет и помнит те времена когда еще в китае были очень большие проблемы просто с пищей ну так вот и значит дальше что происходит открывается выставка большая вот здесь вы видите основных представителей выступавших как совет федерации думы и местных властей которые открывают эту выставку и режут ленточку но естественно что это каллиграфическая выставка поэтому и рисунки каллиграфии из китая были в достатке ну и как вы понимаете блестящая работа по организации всего этого принадлежит широко известного в узких кругах человеку это алексею юрьевичу шабуру тот самый который создал мировую ассоциацию каллиграфов то есть более того в сокольниках создан музей его почему-то никак не откроют этим бы надо заняться власть имущим без какой-то стати уже вроде бы и к вид давно прошел пора бы и вернуть школьников к обучению каллиграфии и лучших каллиграфистов к работе да и музей сам был очень интересный у меня ролики на эту тему есть можете поискать и вот он открывает эту выставку с большим представительством в том числе и китайских специалистов и из посольства специально приехавших в том числе и шанхая которые представляют свою культуру и вот это искусство каллиграфия ну и на следующий день в той же лязани было открытие школы в которой обучают всяким китайским премудростям языку иероглифом и так сказать не оставляют детей без внимания это очень важно потому что изучение китайских особенностей нужно время нужно много-много лет и память здесь как замечает как раз андрей иванович денисов очень важна и отбор детей способных к этому нужно проводить повсеместно это кстати 28 уже центр обучения китайскому языку полезное дело да почему да потому что уважаемые господа я понимаю что многие по-русски не очень говорят это им не мешает есть пить и размножаться кроме этого еще есть кое-какие другие занятия и к тому же у детей возможность использовать мозг в полной широте при так сказать освоение дополнительного языка даже если он уже знает английский очень полезно потому что принцип китайского языка совершенно иной там каждый иероглиф и даже не слова там половина слова это понятийные системы и совсем другие центры мозга задействованы при этом обучение одессе надо развивать тоже способ отличный ну понятно что после официального открытия пошла веселушка начались танцы китайские испанские школьники показывали костюмы цитировали классиков китайской литературы и даже пели песни ничего не скажешь это открытие открытие для рязани потому что в этом городе такого столица культуры давненько не было а я боюсь что и никогда и вот заботами шабурова это все появилось но дальше случилось еще более интересное почему потому что вошла прошла произошла перевозка тела профессора еще более интересное место за 120 километров от рязани где было открыто в деревне орехово вот хотите верьте хотите нет открыли открывалась выставку но сначала же понятно после тяжелых переездов надо перекусить и это было обеспечено прекрасными огромными казанами в которых булькала шурпа я получил огромное удовольствие вот а кроме этого там находится еще одно изделие так сказать создание алексей юрьевич шабурова это ретро музей вот посмотрите что там творится там победы стоят волги со звездой надписи кое-где сохранились те самые оригинальные ленинских заветов от каждого по способностям каждому по труду ой как это было бы хорошо особенно в правительстве у нас это об этом можно только мечтать особенно по труду ну и автомобиль конечно москвич знаменитый чайка те самые москвичи на которых умудрялись играть гоняться на туре до европы получать очень неплохие результаты ну а самое главное конечно это милицейская коляска который меня добрые милиционеры они полиционеры доставляли в любимые 35 отделение милиции в моей юности ну поскольку я не совершал правонарушения но был готов их совершить профилактика с молодежью велась интенсивно по себе знаю так вот главное то в орехове что произошло был построен музей каллиграфии ну раз в сокольниках ничего никак не восстанавливается хотя это собственно говоря арендованная земля и давным давно открыто собиралась там целиком китайское посольство и не раз и арабское и из иудеи приезжали каллиграфы это же все международная система она должна работать почему не работает очень большой и очень интересный вопрос ковид как известно каллиграфические надписи не поражает он поражает что-то видимо другое так вот по этой причине музей каллиграфии открывается у нас деревня орехово 120 километров от рязани в самую усть пердуновку как говорят некоторые ценители русского слова и вот в этом самом месте и открывается чудесный музей каллиграфии более того он обустроен еще и русскими бонсаями которыми автор занимается 20 лет захотите посмотреть съездите в это самое орехово погода располагает красиво ехать не так уж и далеко кроме того там при известном навыке можно и строиться то есть таким образом там оказался такой филиал высочайшей культуры каллиграфии украшены необыкновенными бонсаями небольшими деревьями которые являются сами по себе художественными произведениями в этом сочетании значит вся система работает то есть можно приехать сходить в музей соответственно приобщиться к высокому культуре и получить райское наслаждение как от музея так и по дороге туда и обратно ну кое-что и новое было дело в том что как раз руководитель шаханской делегации он не только каллиграф это джао джанке ну и фотограф и вот он в своих работах решил объединить каллиграфию фотографию ну поскольку я немножко занимаюсь фотографией представляю себе как это может быть интересно вот я показываю вам несколько его работ а его самого очень такой улыбчивый и очень скажем так заинтересованный в своей непрофессиональной работе человек который с удовольствием занимается китайской каллиграфией что особое искусство этому надо посвящать отдельные передачи и ее сочетание вот его работа вы сейчас видите на экране интересное направление не только потому что отражение шеи лебедя очень похоже на китайские иероглифы но и потому что это какая-то такая тенденция сложная для китая по объединению того что у них оттачивалась тысячелетиями с тем чему в общем по китайским прикидкам там 185 лет кстати говоря будет скоро юбилей так что уважаемые зрители могу сказать что я получил без удовольствия поел шурпу плов подышал прекрасным сосновым лесом который вокруг деревни орехов располагается там можно и на конях покататься и много чего еще сделать почитайте съездите получите удовольствие я получил поскольку я не равнодушен каллиграфии владением вообще письменностью человечества я насладился несколькими днями в этом прекрасном месте и заодно поучаствовал в открытии нескольких замечательных мероприятий советую вам сделать то же самое ну а я пойду дальше пить чай поскольку теперь после шурпы и как вы понимаете плова чаю требуется особенно много на этом до свидания а а да а а Субтитры создавал DimaTorzok